11.06 на часах — Мне показалось, что возгласы и крики женской части населения города Кирова, они как-то больше раздавались громче и больше шума создавали дамы. — Знаешь, я довольно-таки издалека слушал фан-зону. Да, кстати, очень хорошо, что она была, потому что сильно оживила город, мне кажется, это мероприятие. Вот так я сидел, все-таки дом смотрел. Мне понравилось, во-первых, то, что фан-зона кричала раньше, чем я видел гол. — То есть они жили на несколько секунд вперед? — Да, то есть вероятнее всего трансляция шла по каналу, где нет этой задержки. Центральный канал из задержки показывает, чтобы, мало ли, плохое слово с трибун не прозвучало, чтобы вырезать. — А я жил на несколько секунд назад, потому что я матч, ну, начиная со второй половины, так немножко посматривал на смартфоне через интернет, там подтупливал немножко. — Ясно. — Вот, и я узнавал о том, что наши гол забили, мы, в частности, вот сравняли счет, да, 2-2 уже на исходе дополнительного времени, как раз по крикам с улицы. — Это было очень забавно, то есть сначала разозвезд крик улицы, а потом ты видишь уже, собственно, как мяч влетает в ворота. Тем не менее, это было здорово, это было веселая, прекрасная суббота совершенно. — Не зря мы с футбольной темы начинаем, мы продолжим о них говорить. — Еще как минимум неделя футбол будет царить. — Да, дело все в том, что любителям футбола, да и не только любителям футбола, посвящается то мероприятие, которое стартует 12-го числа в галерее прогресса в Центре современного искусства. Это фото-выставка под названием очень простым и понятным всего одно слово «ГОЛ». — Всего три буквы, сразу все понятно, как помнишь, песенка была. — И мы сегодня будем анонсировать эту и не только эту выставку. С нами в гостях у нас в «Мужском понедельнике» Дмитрий Шелеев, руководитель Центра современного искусства «Галерея прогресса». Добрый день, Дмитрий. — Добрый день, Владимир. — Ну что, тоже активно болеете? — Ну, конечно, как все. — Сейчас за кого будете болеть, когда наши покинули? — Знаете, это прекрасно, что наши вошли в восьмерку лучших, потому что всегда же, когда мы раньше болели за футбол, мы выбирали, сейчас наши вылетят, за кого мы будем болеть. Но я буду болеть за… потому что я люблю Битлз, я буду, как для меня, я, соответственно, буду болеть за Великую Британию. — Они продолжают Англию? — Они продолжают Англию, точнее, более четыре команды. — Я не слишком в теме, Англия-то есть, она еще играет. — Да, да, есть, она еще играет. — В плей-оффе все нормально. — Они как раз попадают на Хорватию. — Вчера за оценки некоторые экспертные слышал, многие хотели бы Францию видеть, Хорватию в финале. — Ну, видишь, это мы можем хотеть видеть, да, они там на поле сами решат. — Ну и клуб Манчестер Ренатит, он мне близок был всегда. Ну и, собственно, я сам играл в футбол со след где-то примерно в юности. — Так я тоже, мы с тобой в этом коллеги, да. Я даже был чемпионом города в возрасте младших мальчиков. — Вот. — В каком, если точно так говорить? — Я не помню, 70 или 71-й этот год был, 10 или 11 лет мне было. — Нет, мы ездили в федеральные сборы, заняли предпоследнее место. — Из скольких команд? — Мы уповались тем, что они же взяли суперпрофессионалов, и они же старше нас. Ну, нам хотелось бы это. — Это из скольких команд вы заняли предпоследнее место? — Ну, там были все крупные города России. Ну, я не знаю, может, команд 20. — Ну, вообще, Дмитрий на межрегиональном уровне играл. Слушай, куда я там зал в городе? — В какой роли, Дмитрий? — Полузащитник. — Полузащитник. — Не то, не сё, полузащитник. Ладно, давайте о выставке поговорим. Выставка открывается, еще раз повторю, 12-го числа, то есть, получается, уже в этот четверг. Выставка называется «Гол». Фотографии, в том числе, многих известных футболистов мирового значения будут там представлены. Ну, давайте, вам карты в руки. Ноль плюс, сразу же скажем, возрастное ограничение. — Да, возрастное ограничение ноль плюс. И надо сначала сказать о площадке. Это мультимедиа-арт-музей. Это крупнейший музей в России, который показывает выставки современной фотографии. — В Москве находится? — Мультимедиа, да. Находится в центре города Москвы. Это многоэтажное здание. Очень почитаемое, уважаемое людей. Людьми, которые изучают, любят и восхищаются современным искусством, вот они примерно где-то около ста проектов реализуют за год в России и за рубежом причем. Это серьезно. — Активно работают, да. — Это очень высокий уровень. Мы показывали предыдущую выставку немножко тоже… — В чем суть работы? В чем концепция основной работы этого учреждения? — А предъявление прекрасного современного искусства. — Чем они отличаются в выгодном смысле от многих других? — Это высочайший уровень авторов. Предыдущая выставка, когда мы показывали в Кирове, это была мировая история балета. Это высокий уровень профессионализма фотографов. Это очень сильный и серьезный контекст описания биографии фотографов, сюжетная линия, которая представлена в композиции на фотографиях. Можно тут и одни имена, которые представлены здесь. Это же легенда. Музейная часть выставки составлена из уникальных архивных снимков трех поколений спортивных фотографов, начиная с 1920 года. Это представлена история футбола. Представляете, какая ценность материала? — История отечественного футбола? — Отечественного футбола, да. — В том числе так, как отечественные футболи встречались с зарубежными командами, то, соответственно, футбол от всего... — Ну, 20-е годы — это практически период самого зарождения у нас государственного футбола. — У нас зарождается еще до 17-го года. — Ну, в конце 19-го века считается, но вот рассвет пошел, когда массовые футбольные клубы начали создаваться. Это как раз уже советское, мне кажется. — Первая фотография, которая будет представлена на выставке, это практически 100 лет назад. Это архивные оригинальные снимки, и на них все есть авторские права. И на одном поле впервые будут представлены футболисты Лев Яшин, Зинедин Зиндан, Пелле, Марадон, Олег Блохин. То есть это все люди, уважаемые во всем мире. И там порядка 60 фотоснимков будет представлено. — То есть это как бы три поколения фотографов, да? — Три поколения фотографов. — И они все снимали... — Они снимали историю отечественного футбола, что происходило. В то время в СССР. — Как это будет выглядеть непосредственно в галерее «Прогресс» эти фотографии будут? — Экспозиция выставки, она будет... Ну, в смысле, у каждой, собственно, как бы серьезной площадки есть определенный контекст экспонирования выставок. У мультимедиа-арт-музея, у них есть вот контекст. Они экспонируют там... На нашей площадке... Ну, словами сложно объяснить, допустим. Но это выглядит очень, ну, минималистично, сухо, но супер модно. Супер модно. Всегда у них, как бы, вот... Ну, смотришь, вроде все просто, но когда начинаешь смотреться, понимаешь, что уровень очень высокий, подача материала. — Ну, фотографии сами по себе, это, видимо, разные моменты, игровые, и не только игровые. Где запечатлены футболисты непосредственно? — В основном там... Ну, не в основном, да. Часть сюжетной линии такая, что кто-то летит в прыжке, кто-то падает. Есть и смешные снимки, кто-то с кого-то стягивает, ну, в смысле, футбольные трусы. Крувезные моменты, они всегда бывают, да? В борьбе что-нибудь бывает. — На игре стягивают. — Соперничество. — Случайно. — Игровые моменты, так они обычно самые красивые. Ты их просматриваешь мельком, если они запечатлелись, остановились, то можно этого, знаешь, это пока... — А где еще можно посмотреть архивные снимки, я говорю, что столетней давности, как бы уважаемые семьи фотографов трех поколений? — Тем более, смотри, так интересно, значит, с 20-х годов, там, условно говоря, по наше время, посмотреть футбол, ведь менялся не только в плане игры, он менялся в плане, там, так же, одежды, да? — Ну, естественно. — Ну, это история. — Это исторически очень интересно. — Исторически. — Да. — Прически менялись. — Ну, да, все, я говорю, как раз мода футбольная. — Та же длина трусов, там, условно говоря, которая там кто-то снимал. — Сейчас же футболисты многие там с татуировками, с какими-то феньками, прибамбасами и так далее. Раньше же это ничего не было. — Ну, да, можно отслеживать эволюцию фэшн-истории футбольной формы. Ну, вот мы, когда занимались в хоккей, играли, там, мечта была, чтобы была йофовская форма. Тогда не было вообще ничего. Там есть... А это уже у Лагранжи, по-моему, да. У Лагранжи, следующая выставка, немножко забегу вперед, как раз мальчик стоит у него на коленках, он стоит хоккейной клюшкой. Кроме формы же не было тогда, да? Это 60-е годы. У него на коленках железные миски, вот эти, с которых мы едим. — Ну, чтобы вместо щитков, да. — Место щитков, ну, хотя бы колени спасти. — Мы пластмассовые миски привязывали такие вот... — Ну, там железные. — Ну, это, видимо, еще раньше было пластмассов. — Да-да-да. — Хотя бы колени спасти. — Это тоже грубоватые пластмассовые миски, мы их привязывали на колени, кто в воротах стоял. — Ну, в целом, эта фотовыставка гола, она, в первую очередь, любителям футбола, да? Почитателям этого и. — Искусство, которое ходит к нам, они вот как-то синхронный спорту, науки и искусства. Это все взаимосвязано. Поэтому здесь не только тема спорта, хотя, конечно же, на акту очень актуальна сейчас, а это тема искусства, это тема получения новых впечатлений, это тема истории и, собственно, науки, да? — То есть тут все аспекты задействованы, не только спорт. Хотя, в первую очередь, это, конечно, популяризация советского, российского спорта и переосмысления, и что-то мы сможем получить и перенести. в этот, в 21 век и сегодня. — К тому же, смотри, ведь очень многие люди просто считают, что футбол — это нечто такое, ну, грубое, мужицкое, да, там что-то мужики играют, матерятся, плюются. Смотришь, когда на фотографии начнут понимать, что футбол — это тоже искусство, вообще-то. Там эмоции, как знаешь, как еще ни в одном театре таких эмоций. — Искусство чьего? Футболистов или людей, которые запечатлеть это все пытаются? — Так это вот люди, которые успевают запечатлеть эти моменты, да. — Нет, на мой взгляд, в первую очередь, фотографы. Это его глаз, это его мастерство. — Фотограф, да, который умеет для нас оставить эти красивые моменты этого футбола, да, которые у нас в памяти мелькают, не фиксируют, а он их фиксирует. На самом деле футбол — это очень красиво ведь. — Надо познакомить... — Ну, как и любой другой вид спорта. — Который считает футбол агрессивным видом спорта с историей мифотворчества Древней Греции, для чего была Олимпиада, зачем это все зародилось, это объединяет людей, это людей, безусловно, делает лучшее, как бы вот этот дух какой-то агрессии, соперничества, этот активный вид спорта он снимает, он трансформирует ее в дружбу. Посмотрите, как футболисты после матча, они же там обнимаются, друг друга поздравляют, ну, понятно, кто-то прииграл, кто-то выиграл, то есть мы к этому относимся так, именно так. — Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы говорим о фотовыставке «Гол», которая открывается в галерее прогресса на Горького 5, 12 июля, в этот четверг, и у нас в студии руководитель галерей Дмитрий Шелеев, мы вернемся через полминуты. — Кто про что, а мы про футбол сегодня говорим, вернее, про фотовыставку. Да, я читаю в анонсе, часть коллекции фотографий впервые будет показана. — И 40 тысяч экземпляров, да, это правда, абсолютно. — То есть 40 тысяч экземпляров — это вся коллекция вот этой семьи, да? — Да, на международном значении. — Эксклюзивчик такой, в общем, в Киров едет. — Да, часть коллекции. Она была только в Нижнем Новгороде и в Сыктывкаре еще. — Вот до нас, да, вот эта выставка? — Да. — В том виде, как она есть. — Да, в том виде, в каком она есть, она была в Нижнем Новгороде и в Сыктывкаре. — Есть на что посмотреть, да. — Любопытно интересно, конечно. — А вот сами фотографы Волковы, о них поподробнее что-то известно. А ныне представители этой династии есть. — Ну вот только сын, самый младший. — Евгений, который, да, Евгений Волков, он продолжает снимать, видимо, сотрудничает с различными изданиями. — Я могу сказать только про Евгению Волкову, про автора этого коллекции как раз. Можно, в смысле, что хочу дополнить. Что на выставке, в экспозиции, просто мы не получили материалы еще, они нам дойдут только завтра утром, и мы начинаем экспонировать выставку. Очень много сопроводительных, подробных текстов о истории каждого футболиста будет представлено. — По каждому снимку, да? — Да. Практически по каждому снимку, к каждому снимку будет идти дополнительная информация. — Прям биография целиком? — Я как раз хотел дополнить во второй части нашего эфира, что помимо красивых фотографий исторических, там будет очень много текста, который будет рассказывать биографию футболистов, и где они участвовали, где они играли, их заслуги, их награды и так далее и тому подобное. — То есть это такой познавательный очень... — Вы знаете, она очень имеет важный образовательный аспект. То есть, в смысле, нашего спорта, на виду его так не было, как в советском периоде, скажем так, да? Он где-то был, но его как бы, собственно, он не популяризировался достойным образом. И вот эта выставка, она сможет немножко, чуть-чуть приподнять планку, познакомить людей, что все происходило, что-то важное и значимое в нашей стране и происходит на сегодняшний день. — Ну, значимое в нашей стране, я тут удивился, оказалось, тут встречался тоже с болельщиками, вот когда собиралась эта еще зона, тут, да, они болтали, все разговорились, они говорят, что вот... — И театральный точек имеют, да? — Да, да, в первой истории наши футболисты, я говорю, ребят, сейчас в шестом году наши футболисты получили бронзовые медали, они даже не знали просто об этом, понимаешь, слишком давно, чтобы это было у них в голове. Вот, по-моему, такого рода выставки, они очень интересны в этом плане, что оказывается... — Было чем гордиться-то уже, да? — А с кем, давайте вспомним, за третье, четвертое место сражались в 66-м году даже? — С корейцами, по-моему. — Может быть. — Я уже даже не помню сейчас, вот даже не помню. — Меня еще не было. — КНГР Англия тогда победила, второе место не помню, кто занял. Слушай, вот уже это... — У меня было, извини, 7 лет тогда, не обязанности все это помнить. Но то, что Россия, СССР заняла четвертое место, получила бронзовые медали, это совершенно точно. — Вообще, очень важно, как сказал Юрий Шуйский, который показывал фильмы в Кирове, способствовал показу фильмов таких великих режиссеров, как Тарковский и Сокуров, его спросили, а проблема в чем в России основная его, как считаете? Он говорит, проблема преемственности поколений. И вот эта выставка, она может восполнить этот пробел отчасти. Вот кому интересна история советского спорта, кому интересен футбол, можно взять, я говорю, что объемнее, да, история советского спорта, нужно обязательно знакомиться, смотреть вживую. И не потому, что зову, приходите к нам, заплатите за вход, нет, просто не пропускайте, это очень важно. Эти выставки, они достаточно непростые в реализации, поэтому если кто-то когда-то касался ему спорта, ему интересные темы, обязательно приходите. Мы, кстати, бесплатно пригласили несколько, обзвонили школ, где США, чтобы они имели возможность прийти там с лучшими учениками, да, с лучшими учениками как бы в Кирове, по-моему, даже на Яске. Я вот сейчас задумался, ты говоришь, редкое событие, а мне такое ощущение, что вообще не помню такого рода выставки в Кирове. Вот я просто не помню. То есть она, возможно, где-то как-то и была вот такая посвященная футболу, фото-выставка, но я такого не помню. То есть какие-то мероприятия были там, ну вот особенно Владимир Головенкин проводит такие мероприятия, но не такие как бы, ну, локальные все, такого масона, масштаба, я просто не помню. Так что это событие на самом деле, по-моему, уникальный Да, уровень достаточно высокий, это правда. Ну, я говорю, что для нас очень важно объединять спорт, искусство и науку. Мы считаем, что это взаимодополняющие друг друга как бы аспекты. Ну, давайте уж пригласим не только молодежь футбольную, как вы, да, Дмитрий сказал, звонили, но и ветеранов кировского футбола, с которыми мы дружим. Слава Богу, да. Слава Богу, встречаемся. Да, так что приглашаем вас, уважаемые ветераны. Обязательно. Приходите в галерее прогресса, вспомните свою юность посмотреть. А, кстати, в советское время, как вообще, вот, не знаю, роль футболиста, она как-то... Футбол как популяризировался, в том числе за счет вот этих фотографий, не знаю, мероприятий, фильмов. Держи недельник, футбол, чтобы купить футбол, хоккей, помнишь, ежедневник, чтобы надо было с утра очень рано идти к киоску и стоять в очередь. А, чтобы успеть купить. Чтобы купить, потому что, иначе не хватало, да. В определенный день недели, в определенное время, там, в шесть утра уже идешь к киоску, чтобы его купить. Это было очень популярно. Советский спорт, газета и фотографии очень активно спортсменов печатались в наших люстриновых журналах. Вот типа Агниок, там Даль, Советский Союз, там было очень много фотографий спортивных. Ну вот Николай Волков, как бы, был корреспондентом газеты «Красный спорт». Младший из семьи Евгений. Это будущий советский спорт. Да, Евгений, сын, сначала работал в газете «Известия», а затем в киевской редакции «Советского спорта». Ну, «Советский спорт», да. Возможно, там можно увидеть снимки, которые когда-то много лет назад выходили, как раз таки, да, в футболе. Да, да, они были выходить, да, в газетах. Ну, сравнить тоже качество футбольной печати, особенно высокую печать в советское время, да, когда фотографии в Турску уходят. Ну и сейчас, конечно, с использованием всевозможных технологий. Да, конечно, очень красиво. Они передают в точности дух, атмосферу. Фотография, она что дает? Она дает впечатление. Ну, в смысле, обязательно его нужно смотреть вживую. И они, снимки, именно выплюнены в том техническом параметре, когда это было актуально и возможности позволяли именно того времени. Так тем это и ценно, что это именно атмосфера того времени, атмосфера той фотоаппаратуры, которая была... Полностью передают, ну, как бы, атмосферу того времени, фотоснимки. В общем, имейте в виду, уважаемые слушатели, берите на заметку, Галерея Прогресса с 12-го числа вас ждет именно на этой фотовыставке. 0+, напомню, возрастное ограничение. И в этот же день, уже к другой выставке перейдем, да? В этот же день, в это же время, в этом же месте. В это же время стартует выставка по названию... Ну, вообще, дата 12 июля, интересная дата. Оттепель. Ну, сейчас поподробнее. Вы расскажите, Илья. Так нет, конечно, это мы же от тебя узнали. Ну да, то есть мы в этот день открываем две выставки. Гол мы уже с вами обсудили. Две фотовыставки. Две фотовыставки, да. Вторая выставка Владимира Ивановича называется «Оттепель». Мы ее обсудим чуть позже, я думаю, да. А суть, ну, и совпало, это вот прямо успех, как бы, что нам предоставили эти выставки. То есть так не нарочно сделано? Мы знали об этой дате, но что совпало, как бы, именно предоставят нам эти выставки, они освободятся. То есть мы могли открыть за неделю раньше, но мы открыли на неделю позже. Сейчас объясню, почему. Потому что 12 июля — это международный день фотографов. История гласит, что написано в Библии о том, что когда Иисус шел на казнь, то святая Вероника прислонила ткань к его лицу, и на этой ткани, как бы, получился оттиск. Лик Иисуса остался. Лик, да, остался на этой ткани, лик Иисуса. И через несколько тысяч лет, когда появилась фотография, папа Римский сказал, что давайте будем этот день считать как бы днем фотографов. То есть папа Римский инициатор этого дня фотографа? Ну так, источник. Интересный очень праздник. Проясняет, да. Вот и святая Вероника считается, собственно, как бы, покровительностью фотографии. И вот 12 июля. 12 июля, международный день фотографов, открываем две фото-выставки. Одну мы уже с вами обсуждали и поговорили про него, вторая Владимир Лагранш. Называется «Оттепель». Владимир Руфинович, да, Лагранш. Вот я смотрю как из биографии 39-го года рождения, Владимир Руфинович, и ныне здравствует. В общем, тоже известный фотограф, фотожурналист. Как тебе сказать, он неизвестный, как сейчас такое слово модное, знаковый. Знаковый, гуру, да. Понимаешь, вот я просто, вот я из жизни помню только одну фотографию Лагранжа, я не знаю других фотографий. Вот я пойду посмотрю их. Может быть, я их видел, но я не обращал внимания. А какая? А вот эта знаменитая фотография, Красная площадь, выпускники и голуби. Это был просто символ эпохи 60-х годов. Я тоже что-то припоминаю. Да, да, да. Это абсолютно правда. Это вот снимок, когда говорят про Хрущевскую «Оттепель», это снимок сразу у меня перед глазами. Снимок 62-го года. Я просто помню, что это вот Лагранж, вот отсюда эту фамилию запомнил. То есть такая юность, большие какие-то просторы. Просторы, свобода. Свобода, да, вот этих вот вещей. Действительно, атмосфера. Ну, в смысле, условно, вот эти предыдущие, и фотография этой, соответственно, тоже почувствовала, что тот снимок символизирует, да. Это выпускники школ, восхищенные, разводят руки на Красной площади, за ними летят голуби. Это снимок 62-го Лагранжа, и он, кстати, получил, по-моему, премию «Золотой глаз» именно за этот снимок. Это уже то, что должен ты нам рассказать, потому что мы этого можем не знать. Вот, и этот снимок символизировал как раз перемены в нашей стране, то есть повеяло свободой, как бы, и он, собственно, как бы вместил в себя это ощущение. Там, да, там много воздуха, много вот этих свободных, а помню песню с тех же лет, там, «Летите голуби, летите», да, мы-то уж потом 80-е переделали, «Летите голуби, летите». То есть с надеждой на лучшее будущее. Несите там народам мира наш привет, да, открытость открытость. Роты новые открываются, так далее, да. Как раз началась потихонечку международная лояльность к сообществу, да, в политических каких-то, допустим, отношениях. И вот этот снимок, чем он еще, как бы, символичен? А тем, что, как бы, до этого фотография была, где-то В общем, он будет этот снимок на нас, да? Обязательно будет, да. Ну, в смысле, монументальные, статичные снимки наших представителей того времени рождей, да. Там вождь стоит, там, рядом еще какой-нибудь вождь стоит. И он как раз символизировал переход от одной эпохи нашей страны, как бы, развития в другую. То есть вот это вот, да, вот это вот Лагранжевский снимок, я помню. А там сколько их будет сегодня? Тоже порядка 60, как бы, снимков. Давайте сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. У нас Дмитрий Шеляев в гостях, руководитель Центра современного искусства галереи «Прогресса». О фотовыставке «Гол» уже поговорили. Сейчас поподробнее еще поговорим о фотовыставке «Отепель». Тоже возрастное ограничение 0+. Смотрю, и тоже она стартует 12-го числа. Скоро продолжим. Знаете, сейчас в перерыве зашел на сайт, где представлены работы Владимира Лагранжа. И написано, что они как раз-таки относятся к этой его фотовыставке под названием «Отепель». Вот сейчас Николаю показываю, наверное, на экране ноутбука. «Победа коммунизма неизбежна». Фото там, по-моему... Да, есть такое фото. «Победа коммунизма неизбежна». Фото 1969 года. Как раз в хрущевские времена, когда он сказал, в каком году мы будем жить при коммунизме. В 80-м, по-моему, он сказал уже. Горбачев говорил тогда, в 2000-м? Да, в 2005-м, по-моему. А, нет, в 2005-м году каждому квартиру. А когда каждому по квартире, то по-моему, в 2005-м. 2005-м. Ну, не суть. Сейчас уже не суть. Итак, возвращаемся к выставке. Тоже 12-го числа стартует. И тоже в 7 вечера. Дмитрий. Да, вот про статус немножко Лагранца. Владимир Лагранц родился в 1939 году и работал в фотохронике ТАСС, где ему посчастливилось познакомиться с великими советскими фоторжурналистами Василием Егоровым и Николаем Кулешовым, которые оказали огромное влияние на формирование его взглядов и творческих методов. Что интересно, в 1963-м году Лагранц принял участие в своей первой международной выставке в Будапеште, где получил золотую медаль за фотографию маленькой балерины. Она, кстати, будет представлена в экспозиции. Будет, да? Да, эта фотография тоже снята в балетной студии, но только что отстроена от отца пионерных на Ленинских горах. В 1963-м Лагранц стал специальным корреспондентом знаменитого журнала «Советский Союз». А ты помнишь этот журнал, Дим? Да. Помнишь? Да, да, да. А ты, Владимир, помнишь журнал «Советский Союз»? Мне очень хочется сказать «да», но я тут совру откровенно, конечно. Нет, не помню. Понимаешь, это была когда у нас «Холодная война» ведь была, как называлось, и все наши страны, у нас был такой журнал, а по договоренности все журналы продавались. То есть можно было купить журнал «Америка», можно было купить в России, можно купить журнал «Англия» или «Корея сегодня». Такие парадные журналы. Прямо в Кирове можно было купить, да, эти журналы? Да, можно было в Англию купить, то же самое в «Киоске с утра», и знать, когда будет. И, соответственно, наш ответ был, журнал «Советский Союз» была «Лучшая полиграфия», «Лучшие авторы», «Лучшие фотографы». То есть соревнования еще и на этом уровне проходили? На этом уровне проходили, потому что я в свое время видел полную коллекцию журнала «Америка» сороковых годов, там каждый журнал оформляли лучшие дизайнеры обязательно, да, там в каждом журнале кто-нибудь из классиков литературы лично присутствовал. Хорошие деньги, наверное, работникам платили. Ну, это же государственная программа, понимаешь? То есть это такой журнал для Советского Союза на международное время титульный был, да? То есть через этот журнал люди, как сказать, люди мира узнавали... Ну, такое окно в Советский Союз. Ну, понятно, парадное окно, но все равно это окошко. Я просто перебил тебя немножко. Да, я как раз продолжу, вот то, что вы начали Николай, интересно это дополнение будет при истории тоже. В 1963 году Лагрант стал специальным корреспондентом знаменитого журнала «Советский Союз». Советского ответа мировым глянцевым журналом. Призвано пропагандировать за рубежом советский образ жизни. В 1964 году в составе группы молодежи общества «Дружба с сэра Франция» под эгидой ЦК ВЛКСМ Владимир Лагрант поехал в Париж. Вот как он вспоминает эту поездку? И вот я, беспотейный, да еще с такой фамилией оказался в стороне своих предков. Не буду здесь писать подробно о тех впечатлениях, настроении, удивлении, которые переполняли меня. Память о Франции выразилась в моих фотографиях. Сон кончился. За одну ночь я отпечатал более 200 снимков. Моему журналу этот репортаж был не нужен. Осенью в Советский Союз приезжал Шарль-де-Голь, и ко мне обратилась литературная газета показать эту съемку. Работы понравились, но возник вопрос. А нет ли у меня кадров нищих, бездомных, каких-то острых социальных сцен? Даже такой газете требовалось ложкой дегтя. Идеология в стране была бдительна. Такое я и не мог снять. Да и не за этим ехал. А разворот все-таки в газете был. Понятно, Советскому Союзу журналу фотографии из Франции были не нужны, а во всех остальных изданиях требовалось звериный лик капитализма. Там плохо, ужасно, как они в себе делаги. Как одни жируют, другие голодают. Контраст. Нью-Йорк-город контраст. Поэтому на этом контрасте снимок Голуби, который Лагранович получил премию, он несет дух перемен. Постепенно, но в нем чувствуется это. Это просто настроение той эпохи было, конечно, безусловно. Откуда к нам, Дмитрий, прибывают фотографии? Кто, собственно, предоставляет? Это тоже мультимедиа. Тоже мультимедиа. Там очень сложно все с авторскими правами. Я говорю, что по логистике обязательно страховка на все эти выставки. В страховых компаниях соблюдение полностью авторских прав. Я даже зачитываю пресс-релиз, потому что строго контроль за каждым сказанным словом и обозначением. Высокий уровень просто выставочных прав. А это, погоди, страховка и все прочее, это как на ваши плечи ложится? Да. В смысле, привоз и страховка. Принимающая сторона, да? Вообще-то международный уровень всегда так, да. То есть принимающая сторона, она оплачивает все расходы, связанные не только с транспортировкой, и с страховыми. Если снимки уникальны, если они дорогостоящие, если выставка высокого уровня, обязательно страховка. Без нее никак. Не дадут просто. Работы тоже завтра прибудут? Да. В случае с голым. Завтра прибывают работы, и мы начинаем развеску. Успеете развеску сделать? Всегда. Сроки-то? А нет, там тоже приезжают, да? Не разрешают. Но если такой уровень экспонировать, специально из Мультимедиа-арт-музея Москвы приезжает куратор, второй раз в наш город, Юлия Бейгун, она будет заниматься... Нет, ну куратор. Куратор курирует, а саму-то развеску физически-то делает кто? Она непосредственно участвует. Там, знаете, как написано в документах, ну, значит, крупным текстом, желтым подчеркнуто, без нас коробки не вскрывать. Ну, это понятно, коробки. Ну, я просто говорю, саму жарусь. Руки оторвем. Не вскрывать. Снимки же они как оформлены у нас? Они как-то в паспарту? Или в рамах? Это шикарные паспарту, черно-белые оттиски и черный багет. Вокруг. Да, у них вот, я говорю, что строгость, сухость, но при этом как бы глубина, подача очень модная, стильная. Это к тому, что вешать-то тяжело. Нет, ну, в смысле, там наши девочки будут помогать всегда в перчатках. Я почему говорю, что успеете ли вы за два дня? Ну, вот, да, успеем. Сегодня же у нас понедельник, завтра вторник. А в четверг уже открываться? По, как бы, контексту, да. Мы успеваем. Ну, ладно. Желаю, так сказать, что трудовой поджиг удался. Как-то все складывается. Интересно. Футбольная фотовыставка, там Яшин, другие звезды, в том числе советского футбола. Тут выставка Лангранджа тоже. Какой-то бэк-то СССР получается. В галерее прогресса. Тот же Яшин, тоже один из символов той же оттепели. Понимаешь, когда, да, люди стали свободны, более свободны, стали смотреть. И, понимаешь, вот такого рода, как бы вообще формат футбольной звезды появился именно тогда. Да. Просто там рядовой, значит, мы все вместе за Родину. Когда все были равны, да, и никто не должен выделяться как-то. А тут уже, да, было разрешено. Они, ну, в смысле, проектов предлагают разные. Многие, вот, ну, как бы этот проект мы взяли специально. Потому что, мы считаем, что это актуальная тема абсолютно. То есть, ну, допустим, футбол, да, эта выставка, она была привлечена к международному, ну, собственно, чемпионату по футболу 2018 года. Вот вы будете вешать футбольную выставку, а в это время будут полуфиналы идти. Ну, истинные футболисты, она будет до 9 сентября идти, и поклонники футбола, я думаю, что придут. Это голая выставка, да? Они обе будут, обе до 9 сентября. 12 июля, и будут идти до 9 сентября. Вочереду два месяца, да, я хотел спросить. Интересно, что выставка «Откипель» была представлена в мультимедиа-рот-музее в рамках 9-го международного месяца фотографии в Москве. Фото-бейнале 2014 года. Вот это та выставка, которая к нам сейчас приезжает? Да. Вот в таком формате «Откипель», да? она была там, да? Фото-бейнале — это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень. Когда участвуешь в этом проекту, то... Стараешься что-то лучшее показать. Эти проекты нужно приходить и прямо вникать, изучать. У нас время неограничено. Они, кажется, могут быть сложными, но они меняют человека раз и навсегда. А вот по выставке «Лагранжа», вот говорите по футбольным моментам, очень подробное описание, история, снимка, все прочее. Сопровождение тоже хорошее. Потому что тоже и моменты какие-то все исторические, да? Текст, описание к выставке есть, название, фотографию, материал, год создания, все это, конечно, уже есть. То есть вот такая как бы краткая история снимка будет? Да, краткая история снимка будет. Но у выставки «Гол» там будут очень подробные тексты про звезд футбола и про снимки, которые будут представлены. Еще раз напомним, что обе выставки и «Отепель и Гол» стартуют в галерее «Прогресса» в этот четверг, 12 июля, и начало, собственно, в 19.00. Как всегда, 19.00. Людям удобнее посещать, да, после работы. И интересно, что вход по единому билету. Ноль плюс возрастное ограничение. Это уже после открытия, когда вы работаете в стандартном режиме, да? То есть человек приходит, берет один билет, смотрит две выставки. Да. Время посещения неограничено. Пять минут у нас остается, Дмитрий. Если говорить о дальнейшем сотрудничестве с мультимедиа-арт-музеем, то уже есть какие-то наметки? Нет? Может, мы приоткроем? Нам нужно сейчас концентрироваться на этом. Наметки, в принципе, есть. А как будет делаться вывод? Да, удачно выставились, удачно посотрудничали с Кировым? Москва, знаете, она очень хорошо учит вообще работать. Вот, ну, как бы, там обязаться... То есть есть какие-то требования, к тем, кто проводит выставку? Просто ты понимаешь, надо быть прозрачным и делать то, что от тебя просят. Потому что у них совершенно другой ритм. Мы в Вятке живем тут как бы в 10 раз медленнее, а Москва... В 10 даже? Ну, я думаю, что примерно так. Я всегда думал, что раза в три, наскольки. Поэтому Москва очень хорошо учит работать, становиться лучше, становиться как бы профессионалом свое дело, которым ты занимаешься. Это безусловно. Поэтому... То есть на время выставки вы в какой-то особый режим работы переходите, раз она такая московская, и начинаете в 10 раз быстрее работать? Это, знаете, что нужно, новый хозяин называется. То есть на это время, то есть до экспонирования выставки. То есть это уточнение, переписка, разгрузка, наблюдение за материалом. Тут большая очень ответственность по этому. А итоги-то выставки как будут подводиться? Что раньше, дальше будут они с вами работать? Скажут, вот отлично, провели выставку, давайте дальше с вами работать, да? Ну, я надеюсь, что да. Какие это характеристики? Число посетителей? Ну, во-первых, ничего не повредили, это хорошо. Вы знаете, у нас есть положительный отзыв, у нас документ есть, то, что мы реализовали проект с музеем современного искусства «Гараж». Причем в Москве. То есть мы делали выставку в Москве в музее современного искусства «Гараж». Нас поблагодарил музей Эр-Арта в Санкт-Петербурге. Мы с ними тоже реализовали проект. Уже есть успешные проекты. Я надеюсь, что здесь будет... Это проект уже не первый. Я думаю, что все пройдет как надо. Так, мы тоже надеемся, что все пройдет как надо. Просто хотим, чтобы еще были вот такого рода выставки. Но до конца-то года вполне возможно, что-то еще срастется? Они очень затратные, Николай. В смысле, там очень нужно как бы вкладываться. Ну, то, о чем мы говорили. Доставка, страховка и так далее. Я почему-то спрашивал и по страховке, и по всему, что это на вас нужно очень вкладываться. Но такие выставки нужно делать хотя бы минимум раз в год. Ну, если получается, два раза в год. Потому что нам нравится работать на контрасте. Мы обязательно показываем местное искусство. Но чтобы был какой-то виток нового, нужно перевозить авторов с новым уровнем, с новыми материалами и так далее. А после этого выставка, я предполагаю, ну, вот как бы, там, знаете, была история в Битлз, когда они открыли свою студию Apple. Они же развивали молодое искусство. То есть основная задача была. Но потом они посчитали деньги и сказали, надо уже закрывать уже. Да, и устроили распродажу магазина, там, забирали, заходили. Накладно слишком. И мы будем показывать выставку молодого искусства. Как-то у тебя такая аналогия с закрывшимся Apple сразу там. Давай не будем закрывать галерею только после этого, ладно? Как сказал наш знакомый Евгений Калачев из-за дробанники. Галерея прогресса теперь можно открыть где угодно. Давай лучше не будем сначала закрывать где угодно. Мы закрывать не будем. Я имею в виду, что, как бы, если... То есть что-то такое весёлое, молодёжное у вас в голове, да? Мы готовим выставку, ну, в смысле, вот, собираем выставку благодаря Максиму Наумову и Игорю Сметанину. Я думаю, что они выступят кураторами. Выставку молодого искусства. Молодых авторов. Наших кировских, конечно. Наших кировских. Это очень важно, дать возможность с ним выставиться, потому что это, ну, очень много есть. Это толчок развития всегда. Есть вопросы, но нужно дать молодому автору, потому что реализация выставочного проекта, это ты в этом растёшь. Ты понимаешь, что здесь можно сделать по-другому, здесь можно сделать ещё лучше и так далее и тому подобное. Минутка. Буквально две у нас остаётся. Анонсировали две выставки. Гол и Оттепель. Ну, и надо ещё, наверное, напомнить, что последние деньки, последняя возможность есть у жителей и гостей города посетить две выставки. Это «Вятка в цвете». Да, ещё сегодня. Ещё не разобрали пока. Вот, кстати, идите обязательно. «Вятка в цвете» и «Вятки». Сегодня и завтра осталось. «Вятки и Хватки», да, ещё продолжается? Буквально несколько дней уже. Вы знаете, когда показывают про то, что происходит здесь и к этому относятся скептически, вот очень рекомендую идти на «Вятки и Хватки» и на ВВЦ обязательно, потому что в этом... Но это уникальный проект. Это не то, что вы видели раньше. Это всё по-другому. Это лицо современного искусства про историю «Вятки», где совмещается и дизайн, ну, в смысле, в лучших традициях современного искусства, где совмещается живопись и дизайн. Там это тоже есть. До 14 июля, да? Я смотрю на сайте галереи. Нет, нет, нет. До 10 июля. А, до 10... А, новые выставки будут. Можно адмонтировать. До 10 июля. Завтра ещё можно посмотреть. Завтра до 2 часов. До 2 часов можно посмотреть, а потом уже всё, да. Что интересно, что в Большом зале там порядка 30 работ художников, все на Союзе, Вятское оригинальное отделение Союза художников. Ведь многие, и все они работают в разных техниках. У каждого свой образ работы. Поэтому где ещё ты пойдёшь на выставку и увидишь 30 техник, 30 разных смыслов. Да, 30 разных миров. Да, ну, соответственно, возрастное ограничение этих выставок тоже 0+. Так что все желающие могут попасть туда. Спасибо. Директор Центра Современного искусства Галерея Прогресса сегодня с нами в первом части Дневного разворота Дмитрий Шеляев. Благодарим. И всех приглашаем в четверг. Спасибо вам большое. Кто любит фотографию, кто любит футбол, кто любит историю. Да? Да, конечно. В Галерею Прогресса на открытии выставок. На Международный день фотографов 12 июля. Что может быть лучше, как не сходить на выставки? Мы с Николаем не прощаемся. Через 20 минут вернёмся уже с другой очень интересной темой и с очень интересными гостями.